Видео, посвященное верховой езде в горах, в горных условиях, записано специально для тех, кто решил начать заниматься конным туризмом. Мы коротко расскажем сейчас о основных приемах верховой езды в горных условиях. Я попросил помочь Андрея Кулагина, который сейчас один из основных гидов конного туризма в Казахстане. Сейчас он вам покажет и расскажет. Говорили ранее, основным элементом управления лошади является повод. Вот видите, сейчас Андрей повод потянул налево, потом сейчас направо и, соответственно, лошадь поворачивает налево, направо. То есть повод дает возможность наезднику показать, в какую сторону двигаться. А если тянется повод на себя и дается команда «тр», то конь останавливается. Дополнительно, для того, чтобы лошадь поняла, что нужно начинать движение, помогаешь стременами по бокам. И вот обратите внимание, на подъеме корпус всадника наклонен вперед, а стремена назад. То есть, что дает возможность балансировать лошади. И наоборот, когда всадник движется вниз, он откидывает тело назад, стремена уходят вперед. Можно придерживаться за седло. Таким образом, и лошади легче, и всадник легче. Вот такое препятствие, заросли обычные в наших местах. В этом случае всадник одной рукой обязательно держит повод, а второй прикрывает голову, лицо, для того, чтобы ветками не попало. Традиционное для горной местности лесное препятствие – это бурелом. То есть, тут надо коню дать возможность самому инициативно выбирать дорогу. Потому что у него, не забывайте, четыре ноги, в отличие от нас, и он лучше знает и понимает, как и где ему пройти. Преодоление препятствий. Спешились и проводим коня. Он, видишь, соображает перепрыгивание. Вот небольшой урок, связанный с подготовкой туристов к конному туру. Я надеюсь, что все наши туристы, которые пользуются услугами компании Катурки-Зет и заказывают конные туры в горах Казахстана, посмотрят это видео, предварительно почитают специальные обзоры статьи, связанные с тем, как правильно ездить. Они будут указаны в ссылке в описании, для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Поверьте, вам это очень понравится. Воспространство Казахстана